Решением правительства в правила дорожного движения Абхазии внесены изменения. Речь идет об отмене такого документа, как доверенность на управление автотранспортным средством для физических лиц. Теперь водители должны иметь при себе водительские права, свидетельство о регистрации автотранспортного средства и талон техосмотра. Затем был рассмотрен вопрос о приведении организационной структуры местных органов госуправления в соответствии с законодательством об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия. У нас зачастую, видимо, все-таки в противоречии закона имеются юридические образования при администрациях районов и города. И вот данное распоряжение, исходя из статьи 4.14 Конституционного закона о кабинете министров, позволяет нам именить главам администрации районов Республики и города Сухум привести в соответствие организационные структуры. Это имеется в виду управление, департаменты, отделы, наверное, которые имеют отдельное юридическое образование, счета и, естественно, финансирование. Ну, по утверждению юристов и я, наверное, так вот к тому пришли, что это не совсем законно, потому как есть администрация района, глава администрации, который должен, видимо, иметь юридическое образование и дальнейшее юридическое образование при государственных структурах, это, видимо, противоречие. Надо избавляться от мини-хозяев, в мини-организациях, с мини-полномочиями. Есть администрация, есть глава администрации, все остальные структуры, если будут себя вести так, как это было до того и сейчас присутствуют, то эффективности никакой. Это и потеря средств, да, хотим или не хотим, оптимизацию штатов придется делать во всех сферах. Это не только в администрациях, это всюду, в образовании, в культуре, ну и так далее, в службах. Я могу назвать примерно цифру, которая должна быть контрольной, условно говоря, которая будет говорить об эффективности работы. Цифры эти немалые. Кроме того, что лишние штаты, скажем так, хуже еще тогда, когда одни и те же люди на нескольких штатах. И в итоге это приводит к цифре размером примерно в три тысячи человек. Вот по таким скромным подсчетам. И нам придется к этому идти. Понятно, это болезненно, понятно, насколько это делать мы не будем, но планомерно, плавно мы к этому придем. В ближайшее время на всей территории Абхазии будут введены трудовые книжки Республики Абхазия. Члены правительства внесли изменения в постановление Кабмина об утверждении формы, порядка введения и хранения трудовых книжек, принятое еще в 2019 году. В соответствии с законом Республики Абхазия, вернее, с трудовым кодексом, на территории Республики Абхазия работники, вступившие в трудовые отношения с работодателем, должны иметь в наличии трудовые книжки нашего суверенного государства. Вот в этой связи было поручение подготовить ряд мероприятий, которые в настоящее время проводит Министерство финансов. Единственным изменением, которое в данном случае вносит проект постановления, это изменение отдельных сроков. Введение, утверждение, порядка хранения. И мы имеем все предпосылки, что в ближайшее время на территории Абхазии будут введены трудовые книжки Республики Абхазия. Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что необходимо обратить внимание на записи в этих документах, так как бывают случаи, когда недобросовестные сотрудники вносят липовые данные. К сожалению, масса примеров, тогда, когда сотрудники подразделения на местах позволяют себе вносить туда липовые записи. Липовые записи, которые в итоге приводили к незаконным выплатам пенсии в очень больших размерах. И российские коллеги абсолютно обоснованно нам эти претензии выставляют регулярно. Это делается нашими с вами сотрудниками. Прошу это учесть на местах. Следующим вопросом члены правительства утвердили порядок разработки индикативного плана социально-экономического развития Республики. Документ представила вице-премьер-министр экономики Кристина Узган. Речь идет об индикаторах, обеспечивающих реализацию целей и приоритетов программы социально-экономического развития Абхазии, которые раньше не отражались в плане. Индикативные планы будут подразделяться на местный индикативный план, который будет предусматривать свод прогнозных показателей административно-территальных единиц Республики Абхазия. И, соответственно, республиканский индикативный план, который будет определять цели и задачи центральных органов управления и государственных компаний. Соответственно, здесь определены сроки реализации и те цели и задачи, которые будут формироваться и на местном уровне, и на республиканском уровне, соответственно. Хочу сказать, что данный проект предусматривает ввод в действие постановления с 1 января 2022 года. Однако Министерство экономики максимально приближенным планирует сделать индикативный план на 2022 год относительно предлагаемого к утверждению порядка. Также на заседании Кабмина были внесены изменения в бюджет Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2021 год. За счет средств Министерства социального обеспечения и демографической политики фонду выделяются дополнительные средства на покупку медицинского оборудования и ремонт офисного помещения. Фонд сейчас расположен на третьем этаже здания ЗВАН-29, который не оборудован лифтами, приспособлениями для людей с ограниченными возможностями. И потому многим нашим ветеранам, инвалидам приходить в фонд, решать свои вопросы не представляется возможным или очень тяжело это сделать. И потому мы обратились в Кабминет Министров, и аппарат Кабминета Министров предлагает нам помещение на первом этаже здания ЗВАН-29. Это вход со двора. Помещение, конечно, нуждается в капитальном ремонте, но можно все оборудовать, все сделать, организовать для наших ветеранов и инвалидов с ограниченными возможностями, чтобы у них была возможность приходить в фонд и решать свои вопросы. И мы составили смету, смета прошла экспертизу, общая сметная стоимость ремонтных работ 3 миллиона 905 тысяч рублей. Члены правительства приняли решение об установлении вознаграждения адвокатом, участвующим в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания предварительного следствия, прокуратуры или суда. Вознаграждение установлено в размере 300 рублей за один день. В рамках заседания Кабминета Министров о проделанной работе отчитались министр здравоохранения Эдуард Будба и министр по налогам и сборам Дженсух Нанба.